Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня поговорим о том, что значит быть прихожанином того или иного храма. Владыка, вот есть такие слова «прихожанин» и «захожанин». Да кто же все-таки такой прихожанин? Ну, что касается слова «захожанин», сразу хочу сказать, это слово такое, ну, жаргонное. Такого слова нет. Если прихожанин – это действительно человек, который ходит в храм и ходит постоянно, то «захожанином» стали называть последние десяти лет. На моих глазах это слово возникло и стало употребляться. А сейчас, вот видите, мы его употребляем как почти, так сказать, законное. Но влезло откуда-то оттуда, слева. Так называют людей, которые в церковь, ну, заходят только. Зашли и вышли. А прихожанин – это человек, который регулярно ходит в храм. Человек – это прихожанин, человек, который посещает церковь. Это воцерковленный человек. Человек, который живет церковной жизнью, для которого церковный календарь, церковный год является основой его жизни, который ходит и на праздники, и в посты, и в воскресные дни, и в церковь исповедуются, причащаются. Ну, и еще одно значение слова «прихожанин» – это человек, который ходит в один и тот же храм. Вот, допустим, есть храм какой-то, и у него есть прихожане. Как правило, это так называют людей, которые, ну, достаточно долгое время, а порой всю жизнь ходят в один и тот же храм. Даже вот, если мы посмотрим старинные клировые книги, то мы увидим, если описывается какой-то храм, допустим, вот, говорится, сколько у него там земли, там, земельного участка какой-нибудь, там, если до революции капитал в банке, там, дома для причты и так далее. Вот, и прихожан столько-то, столько они все посчитаны, потому что знают, сколько людей живет. Раньше ведь как было, вот, если, допустим, село, и в этом селе стоит церковь, все жители села – это прихожане храма. Город разделялся на приходы, и каждый человек, он знал, какому храму он приписан. Вот, именно вот к этому, а не к тому, допустим. Храмов было много, поэтому было, можно было жить рядом с одним храмом, но быть приписанным к другому, который будет чуть подальше от тебя. Вот, если ты на самом, так сказать, краю прихода находился, да, и там начинался уже другой приход и другой храм. Ну, люди обычно ходили в свой храм. Сегодня, конечно, у нас этого соблюдения невозможно. Советская власть полностью разрушила понятие прихода и прихожан, потому что храм были, там, в миллионном городе был один-два маленьких храмика, в лучшем случае, а в селах тоже один храм, там, на 100 километров в округе. Вот, поэтому, конечно, все вот это исчезло, и с восстановлением нашей церковной жизни, она восстанавливается уже достаточно давно, около 30 лет, но все равно мы еще очень далеки от того, что было когда-то, и в том числе, от таких вот, ну, четкого разграничения прихожан по приходам. Ну, может быть, это в наше время и не надо, потому что сейчас люди более мобильные, чем раньше. Вот, храмов много, слава Богу, по крайней мере, они есть, не в шаговой доступности, но все же достаточно легко можно добраться до храма. Вот, ну, и, конечно же, главное качество прихожанина – это то, что он ходит в церковь регулярно. Не просто зайдет, так вот, мимо, идя на работу или с работы, там, свечку на всякий случай поставить, да, а ходит на богослужение, посещает их, и, ну, еще, конечно, вот одно из таких качеств – знает, что такое богослужение. – То есть, получается, что люди сейчас могут выбрать свой храм, да, не обязательно, чтобы это был ближайший храм? – Ну, опять же, зависит от людей, да, кому-то удобнее ближайший, потому что просто ноги плохо ходят, да, или там с транспортом проблемы, вот, кому-то хочется пойти в храм, ну, потому что он там или рядом с работой, или начинал человек в него ходить, допустим, да, вот, или там священник ему там как-то больше нравится, или у него с ним контакт установился, да, он у него исповедуется, считает его своим духовником, и поэтому он может поехать, допустим, проехать 2-3 храма, поехать 4-й, да, для того, чтобы там побыть на службе, на службе помолиться. А родились маленькие детки у таких людей, тогда уже поехали в ближайший храм, чтобы их причастить, да. Ну, все это очень, так сказать, мобильно, все это очень изменчиво и зависит от целого ряда внешних условий. Ну, и большого значения они имеют. Церковь одна, везде совершаются ритургии, везде совершаются те таинства. Остались в захожане, это те, кто ходят в храм так вот неосознанно. Вот, ну, обычно процесс такой, что и, собственно, прихожане, они-то ведь получаются из захожан. Все прихожане когда-то начинали именно так, да, то есть пришли, у нас же ведь практически нет людей, которые бы вот так вот с детства ходили бы в храм, ну, есть, но очень мало, да, ходили бы в храм, которых воспитывали в вере, которым рассказывали о вере, которые получали какие-то знания, для которых церковная жизнь, что называется, с молоком матери была воспринята. Такого очень мало, таких людей очень мало. Нужно ли молиться за священника, того храма, куда ходишь на службу? Конечно, конечно, да. Как? На священника. И хорошо бы за архиерея помолиться, он тоже человек. И тоже в этом нуждается, да, вот. Да, можно, да, можно, даже нужно, потому что, вы знаете, вот люди же помогают друг другу, в том числе и молитвой. И очень важно, когда священник ощущает, что люди, как-то они к нему неравнодушны, они просто пришли к нему, не просто увидели в нём продавца неких услуг, которых, так сказать, они вроде нужны, там не очень понимаем зачем, но вроде пригодятся, да. Поэтому пойдём там записку напишем. Нет, а когда они видят в нём человека, который их ведёт к Богу, их ведёт к Царствию Небесному, который их просвещает, вразумляет, укрепляет на этом пути. Ну и, конечно, вот эта отдача для священника очень важна. Нужно ли помогать храмам и как? – Я думаю, что в каждом храме, куда человек приходит, есть потребность в помощи. Самое разное. Посмотри, где что. Какой-то храм только восстанавливается. Там можно помогать хоть кирпичи класть, да, или крышу крыть. В каком-то храме нужно и можно помогать в организации богослужения, да, помогать, читать, петь, понамарить, еду готовить после службы, чтобы охранять храм и так далее. То есть, это зависит от потребности и возможностей храма. Скажем, городские храмы, наверное, такие должности нанимают людей за деньги, да, там, охранников, подражей, поваров и прочего. А какой-то небольшой храм сельский, там, например, это невозможно, поскольку там нет таких материальных возможностей. И он больше нуждается в помощи, чем какой-то другой. Все это зависит от того, насколько священник может убедить и объяснить людям, что эта помощь нужна, и люди, насколько готовы откликнуться. Вот, а так все время нужно помогать. В принципе, вообще, церковь, она же содержится людьми. Вот иногда говорят, вот, вот, там у церкви денег много. Да, какой денег много? Откуда эти деньги-то? Те люди, которые ходят в церковь, они оставляют там какую-то часть, буквально лепту вдовицы. И вот на эти деньги, даже когда я сказал, что там платим зарплату, да, там, певчим, там, сторожам, понамарям. Откуда эта зарплата? Вот те деньги, которые в кружку люди опустили, эту кружку открыли, посчитали, ну, вот, хватило, выдали зарплату. Люди помогают. То есть, фактически, это та же самая помощь храму, которую вот оказывают те, кто в него ходит. Владыка, в Симберске было очень много храмов. И не во всех местах остались какие-то ставят памятные знаки. Да, например, вот Вознесенский собор, в сквере Гончарова, там диван Обломова, да, и памятник Гончарову. Вот в этом месте люди спрашивают, где стояла церковь, она же остается святым, это место. Можно ли там молиться? Можно. Можно. Да, и каким образом? Я бы даже сказал, нужно. Я бы даже рекомендовал, проходя мимо, перекреститься. Да, потому что это действительно место святое. Когда храм освящается, он навсегда остается святыней. Даже после того, как он поруган, даже взорван. Поэтому, ну, это наша и память, и это наше такое чувство благоговения, которое должно быть у верующего человека. А памятные знаки какие-то стоит ставить на этих храмах? Можно. Да, и делают так иногда. Делают так иногда. В Москве, вот, например, там, где много достаточно храмов восстановили, которые были взорваны, вообще до, скажем так, до фундамента восстановили. А есть такие места, где градостроительная ситуация сегодня такова, что восстановить храм невозможно. Ну, просто потому, что там уже что-то стоит, какое-то здание, которое в ближайшем будущем перенести, сломать нельзя. И там на месте храмов или рядом с этим местом стоят такие небольшие часовинки, они совсем крохотные. Но это часовня, у него крест, табличка памятная, что здесь стоял такой-то храм. Вот. И я думаю, что это очень хорошее, очень правильное такое решение. Вот. Ну, что делать? Вот так вот мы потеряли свои святыни. Наверное, тоже не без попущения Божьего. Вот. В чем-то мы, наши предки его прогневали, то, что он допустил вот такое поругание нашей страны, нашего народа, наших святынь. Вот. Ну, надо как-то нам от этого избавляться. Надо каким-то образом каяться и менять свое сознание. Спасибо большое, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. 29 мая митрополит Симбирский и Новоспадский Лонген совершил чин основания храма во имя святой преподобной мученицы Екатерины Симбирской в селе Панская Слобода Ульяновской области. Именно в этом селе, прежде входившем в состав Тушинской волости Симбирской губернии, будущее святая родилась и выросла. Как отмечают местные жители, они давно ждали строительства храма, поскольку церкви в Панской Слободе не было с 30-х годов 20-го века, когда здесь был закрыт прежний Никольский храм. Жить без церкви, где не пойдешь и не полечишь свою душу, не облегчишь ее, это очень тяжело. И мы так рады, мы все, кто чем сможем, помогаем, будем помогать и будем ждать, и ждать, и ждать, когда к нам, наконец-то, придет настоящее богослужение, где мы сможем и причаститься, и покаяться, и мы будем очень рады. За первым общественным богослужением в строящемся храме молились настоятельницы Спасского женского монастыря Ульяновска Игумения Сергия с сестрами, строители и благотворители церкви, жители села. Настоятель храма Иерей Сергий Шабаев рассказал, что с инициативой строительства храма выступили жители Панской Слободы. Церковь строится на их пожертвование. Ну, у нескольких человек возникло желание построить храм в этом селе. Когда узнали, что здесь родина преподумавшей Екатерины Симбирской, то это желание усилилось и сподвигло, наверное, в большей степени пойти к владыке Лонгину и взять у него благословение на строительство этого храма. Чин основания совершается, когда устроен фундамент нового церковного здания. Церковь молится о том, чтобы Господь благословил труды делателей, начало строительства Дома Божия. На месте престола водружается крест. Фундамент храма устанавливается закладной камень или закладывается капсула с грамотой, где указано, когда, в честь какого праздника или святого, при каком предстоятеле церкви и епархиальном архиерее возводится храм. Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с началом работ и выразил надежду, что новый храм вскоре будет построен. Мы молились о том, чтобы Господь благо поспешил делателям, тем, кто трудится здесь на храме, тем, кто созидает его своими средствами, своими руками, своим сердцем, своим умением. Дай Бог, чтобы храм этот как можно быстрее был бы построен. Каждый новый храм – это лампада, затепленная перед престолом Божиим за тех людей, которые живут на этом месте. Святая Екатерина Дикалина была рисофорной послушницей Спасского женского монастыря. В годы советской власти он был закрыт и разрушен. Сегодня ведутся работы по восстановлению обители. В 2019 году в Спасском монастыре был освящен домовый храм во имя святой преподобно-мученицы Екатерины. Она родилась в 1875 году в крестьянской семье. В возрасте 15 лет поступила в Спасский женский монастырь, где подвязалась до его закрытия. В 1937 году была арестована и, претерпев мучения за свою веру, была казнена.